здрасте здравствуйте меня зовут Кухарь Валерь Сергеевна микрокредитная компания купильника ПО могу я услышать Александра Сергеевича слушаю здравствуйте скажите пожалуйста каким вам приходится Александр Сергеевич вы его знаете да это я и есть слушаю вас хорошо очень желаю с вами познакомиться поступает звонок цель уточнения ситуации по договору Александра Сергеевич на данный момент сожалению у вас имеется неопатый договор о зон 14979 рублей 48 копеек 255 дней нет опаты документы подготовлены подготовка документов в суд скажите про зоносили опаты или трекомпанируете опатить я буду процедуру банкротства физических лиц проходить с Ильей Монархом юридическая компания айлайн ссылки в описании работаем по всей России первая консультация бесплатно всего хорошего до свидания в любом случае всего доброго до свидания хорошего дня информацию отслеживайте в личном кабинете до свидания до свидания молодец абсолютно правильная адекватная реакция здравствуйте компания веб-банкер специалист отдела досудебного урегулирования меня зовут смирного Анастасия Сергеевна скажите пожалуйста Анну Владимировну можно услышать анна Владимировна ТВ да да я слышу передайте пожалуйста трубку Анне Владимировне я говорю я Анна Владимировна девушка алё вы не слышите меня что ли подскажите пожалуйста фамилию и дату рождения для прохождения идентификации это с какого перепугу я вам должна такую информацию давать вообще у вас имеется нерешенный вопрос компании так вас представляться не учили что ли мама не учила в детстве представляться кто такая хоть поздоровайся информацию передать нормально не можешь нет я предполагаю закинь если хочешь через барак ну так ты это кому говорила мне что ли что еще раз лучше надо меньше долбиться мне хули всех денег не заработаешь хватит подработками заниматься уж долбежными рассказываю по чьей масте будешь я вижу вы не готовы на конструктивный диалог мы вам перезвоним давай иди конструктивную линии рисуй директики али ммм да шо шо компания амбай финансов с алискость наук александрия сергеевна ведет в запись разговора ауа леонтьевна это вы ну конечно кто еще на звонок вам спать по вопросу задолженности перед компанией мфк честное слово восемьдесят шесть дней за срочки находитесь дата выдачи 0 6 0 3 2023 года сорок семь тысяч семьсот тридцать один рубль четыре копейки выставлено к оплате сегодня крайний срок завтра оплата поступает от вас ну конечно конечно поступает ну по какой причине ранее не смогли вместе а мне тухлодыры и проститутки название были постоянно поэтому не могла внести а я говорю мне тухлодыры и проститутки постоянно название были не могла внести раньше вы по запись разговора сейчас говорите я вам напомню вы мне не только на аудио вы мне еще и на видео пишетесь какая разница а что чем вас не устраивает данный ответ я же говорю завтра все оплачу чем проблема ну я вас уточняю по какой причине ранее у вас не получилось вместе вы некорректно ведете диалог на данный момент ну тогда звоните тем кто будет с вами корректно общаться я рекомендую психиатрическую клинику ближайшую позвонить там с вами корректно пообщаются не переживайте там и диагноз поставят и препараты назначат на данный момент сегодня завтра вам крайний срок в таком тоне я с вами разговаривать не буду в данный момент так вы со мной 3 минуты уже общаетесь в таком тоне давайте давайте неполярное расстройство личности на лицо да слушаю вас Артем Зафарович это вы? да слушаю это я меня зовут Рублевская Анна Михайловна это отдел взыскания компанией какая смс финал грандвивус точка руль зонах будет с вами записан у вас 9 день красавочку по займам с чем связано когда оплата да просто бабок нет в чем связано но зато было целых 9 дней чтобы деньги найти занятия заработать ну идите занимайте зарабатывайте платите за меня тогда что если у вас было я должна за вас что-то зарабатывать а почему я должен вдруг зарабатывать за себя интересная какая а кто за вас должен зарабатывать не знаю вывод то ли осталось такая любопытная раз у вас любопытство бестолковое есть кого чужим людям идите зарабатывать и тогда зарабатывать ну да конечно я тоже за shift но с каких это пор попрошайничество на заработку стало интересно скажите с каких это пор у нас い пон заводись давай заводись собака заводись нервничай нервничай тебе сказал да ну тогда за каждый мат ответственность добыт ответственность понесу да вы трусы блин только умеете что эти телефонии пользоваться я вас публично сижу уже семь лет блин обсираю ничего вы сделали хоть что-то хоть кто-то из вас что-то сделал да нет конечно потому что вы прекрасно понимаете кто вы есть на самом деле и мы прекрасно понимаем кто вы есть на самом деле поэтому ведем себя так как нам хочется здравствуйте здравствуйте работа задолженностью ооо мпк быстрые деньги а меня его собираем разговор записывается звоню по поводу долга сумма у вас сегодня 3793 рубля 90 копеек требования компании опросить его до конца рабочего дня у вас уже 27 день просрочка по причине неоплаты могу узнать в чем причина да просто на работе проблемы там да я уже это решение нашел это обратился в компанию line там за банкротством физических лиц то что вот сейчас документы у меня уже юристы собирают сказали через неделю где-то будем уже в суд заявление подавать а вы как вероятно что вам будет отказано от принятия заявления соответствия федерального закона 127 они состоятельности и вы потеряете время и чем уже мой ну что вы будете принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания да вы что ничего себе я не знал ничуть вот эта информация конечно вылезно ваша ваша работодатель это долги мои работодатели конечно знают я уже у начальника деньги занимал могут вам помочь так я банкротство проходить зачем ниже арбитражный суд поможет государство поможет через арбитражный суд а то есть вы планируете подавать на банкротство верно понимаю но я вам в начале диалога объяснился переслушайте там все есть или за это видно ваш долг составляет 6 тысяч 6 тысяч 793 рубля 90 копеек требования компании оплатить до сегодняшнего конца дня окей ждите его доброго до свидания блин так и ну зачем вот вы так людям говорить о бессовестные коллекторы нас значит мало шансов есть вероятность что там откажут высока вероятность вот кого вы ищете вы ищете совсем полных дураков что ли но полные дураки они до процедуры банкротства не доберутся вы не переживайте да они такое слово ты не знаю даже они будут до последнего носить кредитором их будут разводить на не будут зарабатывать к сожалению такие люди всегда будут ничего с этим не поделаешь на человек который разобрался вот так ему говорить на просто смешно реально алё вам предодобрена кредитная карта лимитом до 1 миллиона рублей от собанка выпуск и обслуживание бесплатные а потом буду звонить говорить вам банкротства не подходит это сам и но если вы говорите что шансов мало что вам спишут долги так и хоть какие-то аргументы приводите тогда параллельно только это просто сказала да по тебе же не спишут да ты что мне не спишут серьезно я должен так вот на слово поверить да не развернуться и пойти тебе деньги последние носить ну ну конечно очень наивная конечно стратегия очень наивно добрый день да это я слушаю это вы да мария геннадьевна звонок вам поступает в отношении ваших обязательств перед микрофинансовой организации сейчас вам скажу документы загружаются в отношении обязательств перед компанией кредит 7 сумма долга на момент передачи договора в работу 22 тысячи четыреста тринадцать рублей и компания надо денег 22 тысячи девятьсот четырнадцать рублей компании выставили требование оплату произвести до конца сегодняшнего дня оплата поступает так то нет я банкротства физических лиц буду входить а вы уже оформляете процедуру банкротства а номер делу вам присвоили уже нет еще на какой стадии документ находится не собираем документы сейчас вот скоро будем заявление подавать хорошо мария геннадьевна какого дела он пришлось перезвонить сообщите номер дела хорошо звоню конечно ждите хорошо что-то делать нечего звонить каким-то третьим коллектором там непонятно не дают мне сегодня ничего сказать алёхного да здравствуйте здрасте о мкксф сервис онлайн займов гринмани александр викторович да слушаю вас меня зовут соколова екатерина максимовна ведется задать разговором звонил по наличию просроченной задолженности в нашей компании 56 дней уже на сегодняшний день общая сумма задолженности восемь тысяч восемьдесят восемь рублей 50 копеек какой причине оплата не производится скажите пожалуйста да какая разница я буду банкротства физических лиц проходить к юристам уже обратился в компанию line скажите пожалуйста денежные средства на юристов у вас откуда если не вы не можете задолженность погасить плацом это небольшая но это вашу организацию небольшая другие то побольше деньги откуда заработал откуда еще дело в том что другие организации нас не интересует уже понимаете не без разницы что вас там интересует если честно оформляли договор уже целью невозврата но я не знаю вы так все говорите сами наверное не понимаете что это значит с целью невозврата это как так вот сами как это понимаете как вы планировали оплачивать если вы закредитованы у вас имеется еще денежные обязательства больших размеров так а зачем вы выдаёте деньги человеку который закредитован вы зачем деньги такому человеку выдаёте потому что компания на этом зарабатывать денежные средства вот раз зарабатываете значит имейте и риски того что заработать не получится вы же коммерческой деятельностью занимаетесь предпринимательской убежала сразу а почему убежала потому что сама же себя закатала блин своей логической цепочкой и получила ответ на свой вопрос то что если ты хочешь зарабатывать легким способом согласитесь друзья да вы давать деньги под процент но проще никуда не придумаешь ведь были времена когда ростовщикам вообще голову рубили потому что это очень не благородный неблагородный труд да он очень легкий тут не надо ничего производить да ты же не заводом ты не оказываешь людям услуги ты ничего ты просто даешь деньги что получить чуть больше денег это же простейший способ заработка но так если вы в эту игру играете будьте готовы что люди будут проходить банкротстве или просто не будут вам отдавать вы сами приняли и правило такой игры друзья мы спасибо что досмотрели до конца надеюсь вам понравилось заставили сегодня понервничать наших неуважаемых коллекторов напомню вам чтобы вы не тратили свое время на все эти телефонные звонки я это делаю исключительно для вас чтобы продемонстрировать вам бесполезность бессмысленность всех вот этих телефонных переговоров призываю вас решать все вопросы с долгами через процедуру банкротства физических лиц либо через оптимизацию долгов пожалуйста у нас есть соответствующие услуги можем вам помочь ссылки для связи с нами в описании также не забывайте на мой телеграм-канал подписываться но я желаю вам удачи друзья до новых встреч пока